Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Так что ты мне хотела рассказать сегодня? Ну да, интересно было Мой муж, значит, возил родителей там на дачу Ну и разговаривал с моим папой, со своей мамой Моя свекровь, мой папа, муж и жена Ну так сложилось, да, вдовца два Они поженились, какой-то в курсе Вот, и значит, какая-то тема зашла Значит, про бизнес, про дела все И вдруг, говорит, тесть, многие она рассказывают, говорит, тесть, говорит Вот, говорит, смотрел передачу и говорит, где-то живет У него, значит, бизнесмен некий, говорит Живет, бизнес у него большой в Беларуси или где, я не помню В Беларуси, да А живет за границей, сам живет за границей Получает, зарабатывает, ладно, цифра, 99 тысяч долларов в месяц И сколько-то ему надо И ему все мало и мало Так дал бы продавцам заработать свои Там, кто, значит, работает Увеличил бы зарплату А ему мало, это сколько Куда он их все потянет, этих денег Пусть бы раздал А, нет, Гена такой, так что, раздать? Да, а что, раздать людям нуждающимся Гена говорит, так люди перестанут развиваться сами Если все, дай, дай, говорит Это же остановит развитие, говорит, человека Говорит, или вот, говорит, Гена, говорит Если продавцу А, он говорит Папа, говорит А продавцу бы увеличил зарплату Куда он эти деньги? Гена говорит Ну, хорошо, говорит Увеличил бы зарплату Сколько увеличил? Ну, в два, в три раза Так, Гена говорит Так со всех мест будут к нему стоять в очередь Да, проситься, во-первых А во-вторых Работники, которые у него Они просто остановятся в росте, в развитии Им не надо будет тогда развиваться У них будут просто капать деньги И остановится, говорит, производство Его бизнес остановится Ничего, говорит, не понял Ничего Только, говорит, именно было Дай, должен поделиться И ему столько не надо А вот смотри Чужой карман На самом деле это постсоветские программы В человеке И поэтому очень легко за эту тему цеплять людей Кто вышел из Советского Союза Насколько разрушительна эта тема Вот просто задумайся Человек, который находится в состоянии Агрессии к окружающему миру Потому что мир ему должен Должен Это полное разрушение тела Почему? Потому что тут же внутри слабость Я же сам слаб Я же немощен Я же сам не могу И тело моментально подстраивается под это Я же сам слаб И как только у тебя родилось К тебе кто-то должен У тебя тут же родилась внутри слабость Это одни и те же качели Да Все у тебя внутри слабость А слабость как компенсируется у нас в психике? Заболевание Заболевание И вот те, кому мир должен Вот они имеют свои бесплатные анализы в поликлиниках Да? Ровненько, пожалуйста, идите, сдавайте Все должны будут Все должны И все врачи будут должны И все лаборанты будут должны И будут ходить и играть в анализы И будут смотреть в чужие карманы Будут смотреть Будут именно Что вот этот много зарабатывает На самом деле Деньги это Великолепный механизм Для управления Внутренним ростом человека Внутренним именно ростом человека То есть, когда человек Это стимул, да Хочешь двигаться Причем, смотри, деньги-то в подсознании Отражены под чувствами То, что в дальнейшем откликается интуицией То, что люди говорят Интуитивно почувствовал Туда-то вложил Там и так далее На самом деле Когда ты валишь по интересу То деньги являются стимулом Благодаря которому Ты слышишь себя Для того, чтобы двигаться в интересе Это великолепный стимул И просто так Дать человеку Знаешь, вот даже Это остановка в развитии Это остановка Если просто так Ты останавливаешь этого человека в развитии А значит, останавливаешь самого себя Вот смотри, алкоголик сидит на улице И просит милостыню Дай милостыню Если ты ему дашь хлебушка Покушай, да Бомжик Кстати, у меня на глазах так было Это недалеко Кого-то я возила Было В храм меня просили В общем, кого-то из тренеров я возила В храм просили меня В монастырь Да, когда тренера ко мне приезжали В монастырь попросили меня отвезти Это женский здесь На Нововиленской есть Я туда возила И пока ждала человека Там у них хлебопекарня своя была Я купила хлебушка И там сидел нищий И вот он просил Дайте, дайте денежку Дайте денежку Ну и вот передо мной девушка вышла оттуда Держала два хлеба И она взяла один хлеб Он запустил ее обратно этим хлебом Говорит, я денег просил Я так встаю Атас Понимаешь? Но на самом деле Это Вот она, блин Вот прям очевидно И злость И злость И жадность Деградация полная И при этом ты ему дашь денег Он пойдет что? Он пойдет бутылку на этом купе Он еще больше уйдет в болезнь И таким образом ты профинансируешь его деградацию В чистом виде остановка Это был настолько наглядный пример тогда Что я на парковке стояла И я просто обалдела Вот глядя на это все Выйдя из магазина Там все это рядом Так, а вот смотри Очевидно, очевидно А вот возьми теперь Тема, которую я сейчас рассказывала Про работников Ты дай этому работнику В два, в три раза зарплату Точно такая же картина Остановится Точно такая же Человек остановится И тебя начнет требовать еще больше И больше И ты будешь виноват еще Ты будешь еще плохим Он будет требовать А при этом остановится в развитии Стимула нет Просто так деньги падают и все А когда человек в интересе движется В своем деле То деньги всегда есть рядом Они не могут не быть Вот это та тема На которой становятся банкротами предприятия И те предприятия, которые становятся убыточными Для них проблема персонала Это уже из своего опыта Это одна из самых острых проблем Потому что персонал Он привык к определенному уровню дохода И он требует этот уровень И сколько бы ты не менял Кризисное руководство Пока ты не сменишь персонал Который весь Если ты приходишь на предприятие Которое сейчас в кризисе Надо увольнять всех А у нас по законодательству Всех как уволить? У нас же настолько Социально защищенное государство Ай-яй-яй У того там тот инвалид А у того там он не сможет прожить А это есть рассадник И при этом понимаешь Это рассадник болезней Это рассадник получается Чем больше социальных льгот У человека Тем больше он не парадокс У него нет стимула Тем больше он не благодарен За эти льготы Он считает это нормой И тем больше у него Нет стимула развиваться Тем больше он ленив И он не будет работать И поэтому Когда я вижу Что те же все социальные вещи Развиваются и показывают Да, у нас социальное государство Очень классно Вот мне нравятся Социальные подходы с ИПшниками Вот сейчас ИПшники меня забанят Те, кто будут смотреть У нас же Ты платишь в СЗН Как ИПшник Кстати, тоже немало платишь Среднюю зарплату Воплачиваешь в месяц Но На фоне Как платят предприятия Это все-таки цветочки Так вот Когда ИПшник заболевает Нетрудоустроен Ты не можешь сам себя обеспечить Типа Ты можешь обратиться за больничным Если ты заболел в СЗН И ты знаешь Те начисления, которые ты получаешь По больничному листу Они настолько смешны Это просто беспрецедентно То есть Если ты смотришь на эти суммы У тебя желание болеть Заканчивается сразу же Ты тратишь больше времени Пока ты возишься с ФСЗН И поэтому ИПшники все знают Что проще заработать Чем взять у ФСЗН больничный Поэтому Вот эта система Она стимулирует То, чтобы человек работал Никто не полагается На то, что ему кто-то даст И те же ИПшники Они эти деньги не на больничные тратят А на свою пенсию Когда по старости она придет Вот оно Это стимул А те, кто работают на госпредприятии Как? Это кто самые здоровые ИПшники Да Потому что они вкалывают Да Они отвечают За то, что они делают С ними не надо возиться И при этом Смотри А на госпредприятии Ой, я сегодня чихнула Кольнула, да Или у меня в боку кольнула Схожу-ка я больничная форма Мне заплатят Мне заплатят Ой, поначалу там 90% Потом 100% Все А на ребенка 100% Значит, мои дети будут болеть Я не хочу идти на работу Ой, у тебя сопельки Значит, я на ребенка вызову врача Я не хочу идти на работу Я не хочу идти на работу Остановка развития себя Полная Полная Ну, это то, что мы сегодня имеем В нашем государстве И сколько бы ни говорили Что мы сейчас Нас закидают сейчас тухлыми яйцами Но это же правда Да Возьми любую мамку Которая не хочет идти на работу Она постарается оформить больничный На своего ребенка У меня, кстати, на ребенка Нет ни одного больничного Потому что Какой больничный Найпешник Если ребенок заболел То я его быстренько За три дня сама Подниму на ноги И все Для того, чтобы он не болел Для того, чтобы я могла работать Потому что мне интересно работать И посмотри по две недели Кто сидит на больничном с детьми Это огромная тема Это огромная тема Это тема остановки В развитии человека И при этом Этот же человек Неблагодарен государству Неблагодарен тому, кто платит И будет орать, что ему мало Копейки заплатили Да Это рассадник заразы Ну вот я хотела сказать Это о чем? Это рассадник заразы? Заразы? Это что? И тогда зараза Это где рождается? В голове ИПшника Или в голове наемника? В том-то и дело В наемном рабочего Да И при этом наемный Будет же еще И обвинять Руководство Все что угодно Да И этот пример я приведу Это точно так же Вот возьмем По образу и подобию Есть указания Допустим Указания Починить дорогу И дороги Дороги чинятся Дороги чинятся Как они чинятся? На совесть? Как для себя? Или Абы Получить зарплату То есть День отбыл Абы с рук Да А потом Эти дороги По этим же дорогам Эти же люди ездят Кого они ругают? Себя? Нет Они ругают Вот как государство Делает дороги С кого начинается Это То есть Есть указания Сделать дорогу Дан материал Кто делает? Мы? Или государство? Или тот Кто Указания давал? Кто делает? Все же от нас зависит Я к тому Что все Абсолютно все Что бы не было Это зависит От нас От нашей Совести От нашей Искренности И от нашего Умения Любить Ценить себя Свою жизнь И если Вот Если мы начнем Все Что Все абсолютно Что бы мы не делали Делать искренне Как для себя Мир меняется Вот просто Как я всегда говорила Он может поменяться В один миг Если только осознать Что мы живем И все Что мы делаем Мы делаем для себя Не кто-то виноват И предъявляется Потом Вот Ну Фамилии не буду Говорить Вот виноват Он Значит Сказал Сделать дороги Под него делали И не доделали Кто делал? Кто? Он? Или Люди Вы сами делали Вот он Вот он Деградация Вот он Остановка в развитии Вот оно Зарплата Просто так Выданная Ни за что Понимаешь О чем Вот Да А будут Предъявлять Именно претензии И виноват Будет тот Кто Сам момент Когда человек Предъявляет Претензии В этот момент Вот сам момент Как только хочется Предъявить кому-то Претензию В этот момент Выносит Соответственность Да Это бог уже Снаружи Все Значит Внутри Пустота Которая заполняется Болезнью И по-другому Не бывает Да Вот это все Как моему папе Да Получается Бог разрешит Нет Бог накажет Или Бог помилует Все Понимаешь А я никто Я завишу От Бога решения Вот и все И не надо брать Я слабенький Я слабенький Я больненький Или я старенький Или я А что я могу сделать Все Вот так вот Наша жизнь строится И пока И казалось бы Мы сейчас говорим Очевидные вещи Казалось бы Вот прям черным По белому Наглядно А человек Будет Будет много людей Которые будут Либо обижаться Либо обвинять Но они не будут слышать Возьми наши Последние подкасты Которые мы записали Там есть письма Просто Даже обиды За то Что мы не прочитали Целиком Серьезно Это право человека Это право человека Реагировать Так как он сочтет Хорошо Да Это его право И болеть его право Его право Смотри Тогда тоже ведь Человек Который Приходит на наш канал Да И потом начинает Предъявлять Не так где-то что-то Не так одеты Не так выглядим Не так Ты что сюда пришел Ты в театр пришел Где На актеров там посмотреть Или ты пришел За сутью Ты послушай Ты просто послушай Тебе не Ну как бы А ты пришел Знаешь Оценщик такой Это так Это не так Вот я бы вот так А я бы вот так Слушай Ты сейчас напомнила И вдруг Я вдруг Цепочкой выстроилась Как сработало Мое подсознание Это где-то летом Там под Под какими-то роликами Уже не помню Где-то Или Ну где-то в письмах Было Насчет того Что Как можно нам доверять Ведь они сидят Там в какой-то Дешевой квартире На какой-то Дешевой мебели И там Ну Такая писалочка была А мы тогда Начали работать Уже из студии И смотри Как мое подсознание Свернуло Ведь стоит студия Стоит дом Стоит еще один дом Да Все стоит А мы снимаем здесь Потому что нам здесь удобно А потом Потом поменяем Но Но Мы вообще к одежке Судьи в обертке Мы вообще к обертке Отнеслись То есть получилось Блин Даже Вот Кто писал это дело Получилось Что подсознание Наоборот Уже ж тогда было Совсем другое Другое крыло Развернуто Такое Когда Хотелось Какой-то фешенебельности А потом раз Свернулось Нет Нифига Будет только конфета Галышка будет Без обертки Но она вкусная Да на самом деле Хоть на Не знаю Где мы там Божем стоять На пне В лесу Снимать Ну это же Или на ветку На дерево Сесть вдвоем Самое главное Что нам с тобой Комфортно Понимаешь А ведь Не комфортно Тому Кто слушает И оценивает Вот Если нам Комфортно А тот Который Не так Там Сидим Или не так Ну у тебя Право выбора Ну это же тебе Не комфортно Тебе не нравится А мне Не нравится Мне вообще Очень нравится Суть 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 Сама Это внутренний мир Остается пустой Все Единственный Вариант Зажечь Свет В этом Внутреннем мире Это включить боль То есть Это один Прямой механизм Он на пальцах Разложен И по-другому Не будет И тогда Задумайся Какую роль Сыграла в этом Религии Да И какую гадость Она при этом Сделала государству Да И какую гадость Это пожирание Того ресурса Который есть Да Вот это то Что мне дали То я и буду И 10 раз Я буду перерабатывать Да И есть при этом Наглядные примеры Когда можно Через благодарность Я не знаю Там благодарность Или что работало В Дубаях Как в Дубае поднялись Молниеносно Почему Потому что Искренне Было раскрыто Все возможности То есть Вот оно Прямо Искренно И мгновенно Мгновенно Страна поднялась Мгновенно Выросла Просто Неимоверно Выросла А я Вот Я не могу Сейчас Сказать Что Ну вот Просто очевидный Пример Как там Я не знаю Там через благодарность Или что было Там была Открытость Там конкретная Вкатова Но там был интерес Чисто интерес И Желание Именно вот Желание Как от себя Как я говорю Как дороги делать Опять таки с теми же Американцами была Благодарность Ну Я вот не знаю Этой темы Я просто говорю Что Просмотреть Там был Действительно Там был Открытое желание И открытый интерес Это вот как с дорогами Как я говорю Для себя Для себя делами Мгновенный Рост страны Вот Пример Когда Нет Ограничений Нет Зажатостей И на самом деле Если появились Ограничения Появились Зажатости То все Будет Смена Тела Неинтересно Будет Ну болезнь Все Болезнь Старостей Разрушения Дать Всем Раздать Всем Ну уже была история Был 17-й год Это все Никуда Это разнесется Дать всем Как это Забрать У кого-то И раздать всем Остановка Все Размазывание Остановка Остановка Именно В стимуле развития В стимуле движения Остановка Каждое сознание Должно Расти И должен быть Интерес Если пока Это сознание Находится Оно не имеет Интереса в своей жизни Значит у него Должен быть стимул А стимул что? Деньги Заработать Для того Чтобы оно Ленивое Это сознание Да Мозло Бразнулось И двигалось Вот Это вот Морковка Должна быть Для этого Чтобы что-то Получить Ты должен Вложить Да Но слово Должен Это нет У тебя должен быть Интерес Либо Стимул Что если Хочу покушать Если я не заработаю Я буду голодным Вот А если ему будут давать Это знаешь Как сиди Так В клетке Тебя хозяин Кормит 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 И Ты деградируешь Тебе не надо Не развиваться Тебе ничего не надо Остановка Час зависла Я зависла Ты знаешь Что там Морковка Точно У осла Должна быть Морковка И в то же Самое время Если у тебя Есть интерес То ты уже Не осел А теперь смотри Какой соблазн Возникает Видеть в людях Осла Конечно И тогда И тогда можно Расписать Как Вообще Как была создана Религия Как она Полностью Распишешь А это значит Платформа власти Не пройден Расширение Не случилось И осознание Не пройдет А это значит Да Вот этот уголочек Циклическая ошибка Опять А ведь на самом деле Вот этот уголочек Это положительное Не я Не я Оно Дорогое Оно Обломано Обломано И страх Что игра Свернется Страх Потери игры Да Поэтому надо было Зациклить Чтобы игра Продолжалась Вечно И люди верили Что они живут Одну жизнь Да И тогда Жизнь Она не Для подсознания Для подсознания Которое видит Остановку В развитии Да У подсознания Исчезает Ну как бы На время Отложен страх Потери игры То есть Есть Может Надежда Есть еще Еще Просто подсознание Зациклено На такой игре А ведь на самом деле Эта игра Может быть Такой А подсознание И видит Все возможности А подсознание И видит С возможностью Что такая игра Да Но оно Зациклено На этой ошибке Оно не может Выйти из этого Шарика Потому что тело Пока тело Не услышит Пока тело Не услышит А тело боится А тело Ограничивает себя Боится Ограничивает И при этом Смотри Тело боится Смерти И при этом Уверенно Движется К смерти Ограничивая себя Все свои возможности Уверенно Двигается Парадокс Конкретно Складываем Лапки По сути дела Инстинкты Работают На Отложенную Смерть Во времени Создавая Дельту Во времени На физическом уровне Откладывая Смерть Карман Игровой Карман Столько Интересны Эти психические Механизмы Которые В нас Работают Работают Они у него Есть Но он В интересе Они у него Еще больше Будут расти Еще больше Потому что Он не зациклен За них Вот Ну это Про Илон Маск Это кстати Сегодняшняя Тема Отказов Как мы Отказываемся Тема лекции Как мы Отказываемся От Денег Возможностей От всего От отношений От здоровья От всего Как мы Отказываемся Не думая Об этом Даже не задумываясь Ну как это Я вот это сделала Но как это Это связано Это не связанные вещи Когда Мы не видим Целостно Работу Механизма Мы Вырываем Кусок Мы говорим Нет-нет-нет Мы нет Этого торта Оторвали От этого Если ты Отрываешь От целого Если ты Отказываешься То Отказываясь От страны Отказываясь От семьи Отказываясь Отказываясь Это не значит Что надо Притискать Все Я отказался Я сюда Больше не ногой Все Я развожусь И с тобой Все Нет Мы зачастую Совершаем Те действия Которые Подсознание Расценивает Именно так И для этого Не надо Проговаривать Слух И это будет Отказом Отказ Отказ От самого себя Потому что Действия Подсознание Всегда понимает Как Да Официальные По контракту Укрепленные Договоренности Да И по-другому Не бывает Блин Вообще Сейчас Когда смотришь Как интересна жизнь Но сегодня Кстати Интересная лекция Будет вечером Именно про отказы Которая А потом 28 числа Перерастет В осознание Положительного Нея Вот это Очень интересно После подавленной Злости Представляешь Какая бомба Эта неделя Эта неделя Вообще Бомбическая Нас с тобой Проперло Ладно У нас собрание Поехали 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 Поехали